если ты лежа взял все это ты взял геморрой с какого-то блогера не знаю я не смотрел на бэхе вообще жесть вот весь прикол был в том что когда они в торопях его делали поэтому я перед мешая неудобно но я уже начал забывать вообще объясняю вы сами все слышали друзья всем огромный привет жил-был один автомобильчик ну как жил в основном в сугробе стоял на кольском полуострове за 3 9 земель в 30 царстве как говорится и тут хоп и ему повезло но не с первого раза где-то при третьей встрече его решил все-таки спасти поднять с колен сами знаете кто миша яковлев которого большинство из вас я уверен знает автомобиль из сугроба на эвакуаторе переместился в уютный гараж городе кировск где и был заменен мотор машина начала ездить потом ваш покорный слуга показал ей страну а точнее пол страны где-то прокатился на ней с ветерком в сибирь и вот после блогеров машина попала в руки реального хозяина и уже сколько месяца два наверно прошло как саша и завладел и я вижу ваши комментарии парни что с ренджом новый хозяин на тебя зуб точит он тебя удалил в черный список добавил что с ренджом мне само очень интересно я участ приехал как раз посмотреть что с ренджом в черный список меня никто не добавил но точно скажу что на эвакуаторе машинка покаталась и буквально через пару-тройку дней и уже не смогли завести ну ладно долго размусолить не буду у нас уже почти расцвело в новосибе уже время к 10 утра подбирается я приехал на место пойду найду ренджа и соответственно пообщаемся с новым хозяином крюшку от мотора возвращаем ну да зато снега нет нам выбирать берега либо холодает либо снег ну чё рассказывай все как вообще все было чё не было почему мотор поменяли а вот вообще вот потом короче через несколько дней к вг вывод это который картирный газов ага она шлепнула вот я приехал клапан кого когда его тоже заменили масло давануло заменили его прокладки на где-то сейчас чуть-чуть подкапывать и сегодня поеду на станцию а клапан этот тоже с мотором поменяли да не клапан старая стала ставили чисто на мотор на весной мой оставляли все шину взял да сколько стоит бриджики сколько стоит 20 тысяч нифига я на бэху девятнашки новую купил чуть больше 20 на 25 по большому счету с этим с шиномонтажом вот сегодня поеду его немножко потряхивает они видать гендавский нету в торопях меняли мотор не то выговорил а надо было ехать в торопях меняли где-то подсос воздуха он это подтраивает бывает не трое вы не подтраивает как семира его все покажи подсос где-то с этой стороны слышны вот чистенький д один отчет одевал да да все наливали все же жижи губерниги в нем в коробку до маленько потряс города я здесь подсос уйдет его замоешь когда холодно там слышно как он подсасывает сегодня говорю убирать этот подсос это ты в предновогодние это суету еще поедешь тачкой заниматься да конечно чтобы на праздник на новогодних в идеале у него можно не падать понятно на нем есть бывает это бах чек начинает моргать бах перестанет моргать а еще чек бывает моргает ну так и когда подсос воздуха чё либо это свеча либо это это как вот на свече одевается катушку не подсос воздуха это с воздуха нам где-то не герметично да 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 где-то не герметично ну так соответственно смесь богатая или как или бедная как она правильно называется когда вода полетена вот поэтому ошибка где-то проходит так чё давай протестируем да ошибки кроме мотора ничего не делал у меня это все это спрашивают я чё чё там с оранжом тебя там черный список добавил новый хозяин почему-то у всех такое мнение что если ты рейджа взял все это ты взял геморрой с которым ты будешь мучиться и такая же хернями про subaru я взял subaru ой там ты будешь мотора с год менять там 4 будет у тебя стучать 5 лет 3 subaru ни одного мотора не менял ничего не стучала ездил кайфовал ну следил за ним просто вовремя причем они все трубовые были ну на одном турбину до поменял ну тут как бы мой косяк вас они доглядел вы понятно ну а так вообще как по и по историю ты его забрал там мне потом фотки скидывали ты катался да ну да вроде а по нему недолго покатался дня 3 и потом не смог завести да я приехал домой его заглушил пошел поем не надо было ехать и выхожу про вообще никак ну тогда уже не списывались ничего в итоге на его катаре уехал для его на кулаторе и короче договорился со станции ну думаю по ходу мотор все вот на его кулаторе его привожу автомобиль новин какого-то блогера не знаю я не смотрел это и блоге умер короче пригнали на его квадры компрессию но потом ты наверно видел видос у него где он когда уже открыл горшки ума сила да вообще да там все ваще горшках видел в живую тут договорит мы все вот так выглядит цилиндре на этом двигатели это мы только сняли головы вот это все стружки цилиндры вымыты видать шоу антифриз все чистенькое вот так вот он убился другая сторона все то же самое очень убит все служи но он не заводился из-за этого у него антифриз масло пошел видать уже давно пошел давно дошел давно шел шел антифриз я не доливал это масло слушая ты говорил с бензонасосом что-то насос да поменял тоже херово качал может он не из-за этого не заводился нет когда мы приехали короче когда он не заводился сначала тоже начал решить на бензонасоса скинул шланчик сотрю херово течет гулять наверно бензон у меня уже все было морально готов потому что мотор то менять надо масло пробку это бежит а где масло-то вот масло пошло масло да темненькое сверху темное масло снизу антифриз красное масло масло пошел давай короче везем смотрим мы приводим натуре бензонасос херово качает через раз его сразу меняем кстати первый раз ну кстати многие говорят что пробег вранье бензонасос входит на нем 1200 примерно вот открыли когда он еще не менялся родной бензонасос да ну и пробег как раз декста тут рядом вы что-нибудь слышали про инвестирование в стартап компания стартап фонд дает отличную возможность инвестировать и зарабатывать на этом сервис предлагает инвестировать в семь стартапов и получать прибыль согласно заявленной компания стартап фонд официально зарегистрирована и имеет уставной капитал 10 лямов вы просто инвестируете в стартапы и через определенный срок получаете положенную вам прибыль начать можно всего лишь со 100 рублей если сейчас инвестировать 10 тысяч рублей то всего через 12 дней можно заработать 13к у компании есть все документы и сейчас не составит никакого труда все проверить для проверки в реестре рф нужно ввести у грин этой компании для тех кто зарегается по моей ссылке будет бонус 5 процентов к сумме первой инвестиции вся информация будет в описании ну я учусь будут в районе 1000 после мотора замены проехал то есть сколько 700 километров вообще даже блин я даже не знаю вообще никакого не слышно было ни хера мотор вот потом к в г в этот сломался и мы в старопях его делали очень мотор сколько стоил до всего я не не вникал сколько стоит мотор мне сказали цену сколько за 30 130 тысяч замены а это безваносный то есть уже беспроблемный мотор даме она сочи я тут здесь головы 4 и 4 стоят мои старые она сами но они заблокированы все мотор самым 60 до 40 стоит а здесь головы что-то все равно по-разному да и вот двигатель мы сюда купили 4 получается литровый показываю что есть еще он заводской на всех цилиндрах будем обслуживать головки заменим колпачки и все комплектующие головы старые стоят головы от 4 4 стоят мотор сам мотор 40 ну силы те же самые здесь 86 интересно ну чтобы не было ван основы геморроя это мы вытащили клапана это в общем до и после обработки клапана все притираем меняем колпачки тоже они за не думал какой-нибудь тебе без это безналоговый поставить моторы если такое дело но это же не тех мне говорили что типа можно ну да может не безналоговый даже занизить лошади ну трехлитровый ставят от 230 да он ехать не будет на такой массе я знаю одного рейнджериста который поставил трехлитровый мотор ну как бы радовался у него налог меньше но он нихера не едет не так-то на нем мало вот после трубового фаря мне вот вообще его не хватает он что-то на старте еще едет а дальше на скорости на нем нажимаешь ну не так я просто привык что-то бахнул полетел в субаря конечно этот бахаешь он ни хера не летит короче 130 тысяч и все до подключить со всеми прокладочками жидкости да и гарантия 10 тысяч все уезжает рейнджи на лете везди не газа но поперт на фирмонтаж 10 тысяч километров ну если что под мотору именно на и суху мы не берем просто на и суху моя осталась генератор там стартер там не дай бог что полетит нет понятно все что по мотору там подкапывает даваньет там я не знаю за стучит ну то есть все нормально ты доволен я кстати твой отзыв на дроме читал я там писал я когда случайно зашел на дром и смотрю по рейндж ровер отзыв недавно там в недавно добавлен на самом верху был я смотрю о рейндж ну а я чего еще написать я короче когда это в ремонте стоял думаю почитаю что люди пишут читаю люди пишут негативную кого-то нормальные отношения машине всех есть какие-то марки кто-то берет от не ломающийся toyota она у него сыпется кто-то другая берет эту toyota ездит не ломается на нихера вот я думаю напишу реально но с цифрами сколько в нее денег я потрачу она уже почему то начинается вот это опять там геморрой там никуда не уедешь сколько людей столько на ну тут реальный отзыв с реальными цифрами затратами на обслуживание ну опять же затратами на обслуживание тут давайте еще с того что надо косяки убрать которые были по ходовке даже сейчас угрю ступичный подшипник гранату там стабилизатор как стабилизатор стабилизатор попречную устойчивость до его там надо эти резинки поменять это то не то что сломалась а на него на него же резинки они лежат да ну еще игры по ходовке еще не занимался я сделал мотор потом вот этого гавы смотрел я знаю ты думаешь ты думаешь я не слышал я блин когда по я на него поехал на проволочках я пытался снять супор чтобы хотя бы их убрать или прикрепить нормально не смог а так статьи проблему у меня у друга последний рестайлинг вот этого кузова мы тоже с ним едем что такое мы думали защиту также на станцию приезжаем а это болячка не гнилая тачка эти почему-то отржавели ничего с ними случилось я еще не лазил сколько расход по городу был расход до того как вот к в гв сломался был расход у меня реальный 18 литров но это по попкам а вот сейчас у меня расход а сейчас не обнулился вчера компьютеры как он снимал на зарядку затупил снял вчера вечером поэтому поездил по пробкам и вот сегодня на работу очень обнулился компьютер ну короче на блогеров косяка не давишь туда все нормально почему косяка давить я знал что я беру нет а дело просто теперь его взял по рыночной стоимости тогда за 600 км косарей бы взял бы это будем мотор сломал это конечно бы не конечно все все понимали и я покупал понимал и ты все понимал так ну вот смотри еще ошибки прочитались фото его может не выставить а ты можешь ошибки снизить хотел на бэхе подъехать показать и ну блин без гаража вообще просто там стак замело все там блин на это на полноприводной машине еле пробираешься на заднеприводные вообще жесть там не надо набросок зажигания но сейчас все скинулись эти ошибки но это только по чеку этом не увезут нет увозят отсюда ровера повезли да я смотрю вот тут недалеко он бежать дорогу вот смотри опять две появились ошибки четвертый цилиндр и вот это 327 даже интересно по 03 27 ошибка вас гранта привода дак ног датчик детонации ну потому что машет мотор я кстати недавно тоже сталкивался на suzuki меня удачи вот короче сейчас сегодня приду разбираться датчик детонации пропушки в четвертом цилиндре потому и колбас а чек горит сейчас нет она когда поедет а когда определенной скорости короче смотри ты страдаешься он бак загорается потом ты едешь ну спокойно там километров 60 а он не горит нормально машина себе ведет что-нибудь если бы резко топку дашь она опять баба бак заморгает опять перестанет то есть если ровно держать педали не играть на это часто он должен гореть смотри ошибка за то есть я скинул потом сразу прочитал не было ошибки сейчас пока полазил полазил опять читаю опять они появились почему чек не горит не говорю на ходу сейчас если мы проедем нужно гореть вот он сейчас остановлюсь и перестанет на ходу если вот скорость не беру определенным гречес просто буду ехать и даю ровно не играть и он перестанет моргать ну он перестал моргать да я тебе говорю это ну это по цилиндру что-то свеча и не знаю подсос просто он что-то что-то не так со смесью поэтому его под колбасы поэтому горит почему это случились задиры объясняю на каждый цилиндр стоит вот такая вот а форсуночка которая смазывает поверхность цилиндра ну чтобы поршень ходил по массу соответственно если будет оттуда подаваться вода так как ну цилиндры горячие она соответственно моментально испаряется и на получается задиры температура работы этого двигателя она и так на пределе постоянно 105 от 105 до 120 и поэтому как бы задиры происходит моментально плюс вся вот эта стружка соответственно она еще забивает все эти каналы чё какие планы чем будешь делать дальше но пока ничего сейчас уговорит вот это всю херню решу вот сейчас ну первую очередь сейчас чеком с этим чтобы адекватно себе вел потом бс займусь ну и ходовкой ничего не буду делать ездить по кузовщине не думаешь летом сейчас буду конечно я буду в этот капот сейчас ночью и не видно сейчас в снегу да ну конечно капот замяты шли ну и по багажнику что там это рыжики идут я буду решать либо крышку и найду багажник либо эту делать конечно охота найти крышку что если ржа пошла это вообще не делай начну пробиваться год-два объясню почему пошел у них антифриз в масло забрали мы когда слили масло сливали но было с антифризом вот весь прикол был в том что когда они собирали его после замены цепей вот эти прокладочки маленькие здесь идут на лобовине они поставили старые вот поставили они их на герметик промазали и прилепили со временем они ну как бы дали течь и вот в этом месте вот конкретно на этой прокладочки она побежала в масло вот здесь этот канал идет он идет у нас на помпу ты ты не будешь долго через год он надоест очень свежее захочу ренджика посвежее дать ну да аристаллинга а это патроники мигают только не галюки я уже начал забывать так по пневме зимой сейчас холода были блокирую нет сейчас она сама заблокирована бс же говорю с датчиком бс что-то она сама заблокирована вообще зимой когда начались этим начал ездить чуть-чуть холода я плотирую на тернат она сама отпускается есть поднимается зачем своей жизни живет кривая поставила у меня кун посадила я так понимаю что там выравнилась я не знаю просто вышел поставил кривую пешку там же как если кому заряд мало мало заряда в аккумуляторе она просто говорит не буду заводиться и все блин ну чё рад саш начал кататься ничего блок не про не планируешь вести даже времени на это я видел у тебя там что-то приколы какие-то снимаете с девушкой давай быстрее ты заколебал вечно тебя ждать приходится садись бегом все пробки соберем ты чё за руль то села как смыслю я прав нет не давай влазь это скетчи называется я не знаю просто сидит мне самого интересного сколько как она будете вести короче 20000 шины и 130 мотор да да пока все да считать раз затратами но тоже бессмысленно как-то резина как меня не поедет машина да это считает тот же расходник расходный материал вот а чтоб что-то такое новое сломалось ну так вот и груза без единственного что новое но это после замены мотора это было сразу когда ее завели ее сразу начали искать но надо было на это время потратить то есть по проводке или где искать вам прочитать не могли и поэтому я говорю давай пока так и поезжу там посмотрим время будет заеду и разберемся с эбэсом с этим его домой что она холодная наоборот и бах упали не дыма ни хера вообще ладно не буду больше отвлекать спасибо так в общем сержант все нормально забыл спросить про учет сейчас надо позвонить будет либо цепи написать как поставил вообще были какие-нибудь приключения или нет да что-то снег чистят в этом году как-то как-то непонятно мода какая-то вот эту колею прорыли блин очень хотел на бэхе загонять к Саши но вот видите какая ситуация хорошо что я на днях еще копал здесь буквально вот два дня назад здесь все раз раскапывал до бетона ну вот все откидал но все равно выезжать не рискну сейчас такие колеи бы переднеприводные переднеприводные тачки то буксуют а на бэхе вообще жесть хоть и шины хорошие но не рискну я еще не поставил его на учет но я не успел еще даже не занимался тем вопросом да конечно я поставлю его вот мне просто надо решить а у меня какая-то херня с этой застраховкой у меня повышенная почему-то тут либо два варианта либо мне изменят кбм и я нормально застрахую у меня просто рисуется какую-то страховку конскую в районе двадцатки хотя да ребят по поводу постановки на учет вы сами все слышали в общем забыл я саше поговорить когда приезжал на месте это знаете как с вечера думаешь куча планов строишь вот все сейчас это надо то сделать это сделать так сделать надо встать пораньше востока то с утра просыпаешься бурен да и не так-то это и срочно все вроде и можно еще 1 маленький час поспать примерно такая же ситуация то есть человек ездит ему есть пить не просит потихонечку передвигается и все были вообще конечно неудобно по идее надо было теребить человека подбадривать его ну постоянно напоминать ему а видите я я ничего не говорил саше тоже не к спеху как говорится про про этот кбм про страховку про его там у нас разговор был еще тогда когда он покупал машину ты можешь писать любого человека в страховку у меня были тоже проблемы с кбм я просто данные человека другого вписал в страховку ну то есть водителям себя не вписывал другого человека вписывал и все делали скидку как обычно потом и когда вы просто решил вписался данные любую любых прав вообще даже чего с человеком ты можешь быть незнаком просто данные прав с кбм те надо нормальным дайте все то есть ты собственник ты страхователь а просто водителем тебя ты тебя не вписывать и все и сделают скидку то есть скидки же по водителям делают они по собственным да блин перед мешая неудобно но решим вопрос ну ладно парни чё как говорится всех с наступающим хорошо вам отметить праздники позитивно весело дружно я надеюсь этот год был у вас успешным есть что вспомнить хорошего у меня вот например большие изменения в жизни праздник всем успехов всем удачи в новом году до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok